здравствуйте дорогие друзья и нахожусь я как вы думаете где на восьмом международном фестивале садов и цветов лао шоу который проходит у нас где у нас находится музеоне вот где я очень люблю гулять и первый сад который я вам показываю это стат моей любимой подруги который вы ее кстати все видели очень часто видите вот она работала своим сыном архитектором но и здесь вообще такой союз ландшафтный что архитектор она занимается цветами все время а кстати перечисли пожалуйста все свои регалии на данный момент я являюсь ландшафтным архитектором формула сада это самое главное потому что это наша семейная фирма и создана она была в 2000 году и в следующем году уже исполняется 20 лет я являюсь членом союза московских архитекторов параллельно своей основной практической работой попадаю на кафедре архитектуры и являюсь доцентом кафедры архитектуры это основные это очень-то мои как бы на данный момент нет ну тебя награждали в прошлом году диплом как у нас не были и собственно регулярную часть профессиональных конкурсов и фестивалях но сейчас хочется рассказать вот о нашей работе которую мы сделаем фестиваль посвященному году театра как и весь наш год вот но можно увидеть тут разные конечно на фестивале сады но мы не буквально то есть обратились как бы вот к теме хотя косвенно конечно и в прямом этом тоже конечно затронули эту тему и называется ваш сайт шок написанный пушкиным в этом году сказки пушкину 185 лет и самое парадоксальное что вот это произведение она бы дорожила в общем-то умы в спрогрессивных людей различного таскать в общем-то времени в римский курсов в один прекрасный момент решает написать оперу на тему золотого петушка и в этот момент отказывать от всех своих выгодных заказов и всем отвечает хочу писать золотого петуха хихихаха хихихаха а дальше начинается период русских сезонов в париже и дягилев идет на такой так сказать в общем-то новаторский шаг и объединяет оперу с балетом и делает он это для того чтобы его спектакли были очень интересными эффектами но для пущей как бы эффектности приглашает художника хорошо известного всем художника наталья гончарова которая делает создает декорации к этому спектаклю а также костюмы самое интересное то что вот эти вот интересные это за декорации костюма хранятся сейчас в лондоне в пован гарден и примечательно что него ангелева собственно известен нам как выдающийся танцор осуществляет свою мечту пять лет назад он создает постановку михаила хокина для дягилева и музыкальном детском театре натальи сац можно увидеть это совершенно прекрасное представление фактически performance то есть на сцену выходят оперные певцы и танцоры и все это сопровождается великолепными восстановленными по оригиналам декорациями натальи гончаровой и воссозданными по ее эскизам костюмы почему мы обратились к этой теме вообще на самом деле золотой петушок зрел не один год не за полгода до начала фестиваля к этой теме собственно обращались в нашей работе несколько лет назад и просто наступил момент когда собственно представился случае вот это все раскрыть и толщком мотивации послужило то что собственно побуждала и прежде все прогрессивные умы художественной общественности это обращение к русской культуре к русскому стилю и попытка донести все это до западной ментальности в санях вот такие вот цвета которые перекликаются цветом ваших цветов заимствована из декорации натальи гончаровой преобладают теплые цвета и тона очень много охристых оранжевых таких карминных темно-красных это те цвета которые звучат в основном и добавляется немного синего собственно синего немного в декорациях и в нашем цветнике и вы тоже собственно немного было очень важно сделать переход от теплой гаммы к синему и даже такому-то сказать в общем-то фиолетовому и здесь необходим нам был яркий синий ну сродни вот цвету василька и собственно для этого был найден дельфинь а вот просовый пассажир кстати очень часто уже лет 10 его используют за границей а у нас кстати ландшафтные архитекторы его не очень любят а он придает цветнику смотрите какой-то вот во первых такой эффект он 3d создает до высоту какую-то и очень он прям помогает цветам ну во первых он имеет очень интересную окраску присмотреться там можно в общем-то найти сход со светом баклажана на наряда просто вообще горит приобретает такую яркость и ворсинки каждого колоска они это заключены становятся такими более проявленными на солнце и вот есть ощущение действительно пера ну поскольку у нас в общем-то все-таки в основе золотой петушок поэтому форма вот этих колосков и на бабушке нужно на фактура оказались очень подходящие три растения которые действительно в общем-то здесь на цветнику придали какую-то в общем-то какую-то новацию так можно сказать это вот просто дельфиновый маякса и перец то есть вот потому что когда награждают вы получили серебряную медаль и когда награждают то смотрят еще и на какие-то да новаторские растения обязательно они должны быть не просто те которые мы привыкли а что-то вот такое новаторское ну и в тот период как раз выраждают зарождается не русский стиль который нашел свое отражение в архитектуре и каких-то предметах быта потому как собственно что такое не русский стиль вообще вот в архитектуре и посрединной жизни это собственно наша культура и даже в некотором смысле крестьянский быт который в общем-то был стилизован обработан выдающимися художниками того времени возникают мастерские абрамцева там талашкина и все это может некий такой может быть условный стилизованный характер ну так сказать в общем-то при выходе из рук и обработанных в общем-то творческими чувствами и мыслями великих мастеров приобретает конечно уже совершенно другой уровень другое звучание и это становится просто целым направлением в культуре поэтому в нашем саду можно увидеть арт-объекты которые в общем-то присущие именно вот этому не русскому стилю и они собственно поддерживают вот эту вот идею русского стиля у нас представлены сани которые тоже расписаны по мотивам золотого петушка и собственно вдохновительница опять же юлиса наталья гончарова вот в нашем саду представлены ворота с калиткой которые в общем-то могут иметь и функциональное значение а также беседка все эти элементы они некотором смысле как бы являются атрибутами такими сценическими то есть наш сад очень красив еще и вечером во время в общем-то ночной подсветки вот здесь кстати будет ночь света вот и интересно то что наш сад наполняет а что такое ночь света когда подсвечивается сад сад подсвечивается он действительно очень эффектно смотрится и наш сад еще помимо всего прочего наполняется музыкой и музыка это собственно сама опера римского курсакова в постановке восстановленная постановка андресом лепой и все это проецируется у нас в саду на экран то есть фактически в общем-то вы оказываетесь ну в театре это ночной театр в общем-то со светом с подсветками вот и с музыкой и так сказать в общем-то с возможностью посмотреть вот этот спектакль который действительно подлинно сейчас восстановлен и единственное место где можно посмотреть на эту постановку вот эту вот увидеть жемчужину вообще вот этой вот культуры это театр сакс музыкальный театр сакс и постановка андреса лепы которые он осуществил пять лет назад вообще наш сад где кружны с ли юбилейный потому что несколько юбилеев так сложилось что совершенно неожиданным образом получилось что в этом году юбилей сказки пушкина 185 лет сто десять лет с момента первой постановки оперы в большом театре 105 лет с момента постановки фокинской постановки в париже во время русских сезонов и пять лет осуществленной мечте андрес леп так и говорит это была моя давнишняя мечта осуществить этот спектакль эту постановку ну она ему удалась и собственно в неком случае день рождения нашего саду дружка нашего маршавка мне понравился сад жире курень а курень он тоже понравился ну такой смешной сказочные правда какой-то да да ну сейчас это надо чтобы кто-то снимал это видео я уже не думаю дом из саду дружка Продолжение следует...